Девушки отдыхают И с тем, что люди не хотят мириться с этим дефицитом возможностей Следующий слайд Мы будем говорить в основном об мировой инновационной системе Для России эта ситуация актуальна в меньшей степени За последние 10 лет произошли кардинальные изменения И главное из них в том, что инновационное предпринимательство Для огромного количества людей стало социальным лифтом Стало восприниматься как социальным лифтом Более надежным, чем корпоративная карьера И это привело к повышению спроса на капитал и возможности С другой стороны, стремление инвесторов хеджировать риски Достигать большей прибыльности Привело к тому, что возник некий дефицит возможностей То есть можно сказать так, что несмотря на то, что количество Инкубаторов, фондов, акселераторов увеличивается В каком-то смысле средства, ресурсы стало получить сложнее И данная ситуация обусловила определенные предпосылки Следующий слайд Хорошая новость заключается в том, что технологии позволили людям объединяться Создавать определенные ценности Однако Самым важным Это скорее Обусловлено два тренда Два очень существенных тренда Это с одной стороны краудфандинг Это развитие микрофинансирования Второй очень мощный тренд Это краудсортинг Это развитие средств коллективной работы Самое главное, что появилась возможность объединяться Каким-то образом взаимодействовать Те социальные сети, которые сейчас возникли Они, в принципе, связали людей Дали им возможность общаться Но не увеличили доступ к возможностям А создали некие предпосылки для того феномена О котором я хочу вам рассказать Следующий слайд Это то, что я даю свое название Сообщество создания стоимости Но это сообщество Это следующий шаг в развитии обычных социальных сетей Они, разумеется, возникают в интернете Главный фокус этих сообществ Это коллективная работа А цель создания инноваций во всех отраслях В этом принципиальное отличие От существующих социальных сетей Которые в основном построены Вокруг общения, генерации контента и трафика Следующий слайд Как управляется сообщество Несмотря на то, что провайдеры Пытаются создавать какие-то иерархии Модерирование, либо какую-то фасилитацию Основной принцип, конечно, это самоуправление Когда люди сами вырабатывают политики И сами их развивают Существенным фактором это экономия заслуг Это основа всей обменной системы Подобного рода сообществ А репутация является валютой Что это такое? Ну, к примеру, если вы общаетесь В какой-то социальной сети Или на какой-то блоговой платформе В принципе, для вас не настолько важно Знать вашего корреспондента Но если вы хотите совместно делать стартап Какую-то инновацию Какой-то серьезный проект То для вас принципиально важно знать Как можно лучше вашего принципиального партнера Соответственно, это провоцирует Транспарентность, открытость Как норму поведения в таких сообществах И пиринговой коммуникации Как основной принцип обмена связями Ценностями и знаниями Следующий слайд Немножко поговорим о модели отношения между людьми Ну, два важных фактора Это партнерство и менторство Это как бы основной В отличие от существующей доминирующей модели Система отношений начальник-подчиненный И заказчик-исполнитель Следующий слайд Эти сообщества провоцируют Возникновение новых лидеров Эти новые лидеры Они создают новые элиты Меритократически основанные на авторитете И способности вести за собой людей Следующий слайд Существует три группы Основных пользователей подобных сообществ Это, в первую очередь, инновационные предприниматели Которые инициируют проекты Это креативный класс Который помогает предпринимателям проекта И, соответственно, бизнес-ангелы, инвесторы Которые заинтересованы в том, чтобы иметь хорошие, качественные, ликвидные проекты Следующий слайд Что я хочу сказать Ключевыми пользователями все-таки остаются инновационные предприниматели Ну, о них можно много говорить Здесь уже тоже очень много говорили Но ключевой фактор то, что они конструктивны, не конфликтны Их цель создавать Всегда не протестовать Они мобильны, инициативны Они могут действовать и действуют без поддержки элит и капитала Это важный момент И препятствия их не останавливают Следующий слайд Что предприниматели ищут в сообществах создания стоимости Ну, в принципе, очевидные для любого предпринимательной вещи Это возможность запускать проекты Это возможность привлекать единомышленников в члены команды Компетенции и наставников Инвестиции и поддержку И духовное братство Я думаю, что многие из вас являются предпринимателями Как только вас в голову посетила идея Посетила идея, и вы захотели стать предпринимателем Вы наверняка почувствовали определенное одиночество Следующий слайд Это возможности, которые в какой-то степени уже предоставляются Либо могут предоставляться пользователям подобного рода систем Это возможность вносить идеи И находить проекты, получать и давать экспертизу Получать менторинг И давать, соответственно, менторинг Находить членов команды Либо становиться членами команды Заключать сделки Учитывать вклады участников Коллективно развивать проекты И привлекать инвестиции И инвестировать Следующий слайд На этой инфографике Соответственно, сайта дается типология Краудсорсинговых сообществ Ну, некоторые из них можно отнести Условно к сообществам создания стоимости Некоторые нет Но нас будет интересовать, в первую очередь, масштаб явлений В первую очередь, масштаб предпринимательства как такового Следующий слайд Согласно некоторым исследованиям В 53 и 193 стран В настоящий момент Более 350 миллионов предпринимателей Из них около 70 Так или иначе связаны с инновациями Это достаточно спекулятивные данные Есть данные, что более чем 450 миллионов человек Но нас будет еще интересовать Что, собственно, масштаб самих социальных сообществ Связанных с созданием стоимости Следующий слайд Ну, согласно данным того же сайта Краудсорсинг.орг Сейчас более 2000 ресурсов и сообществ Которые в той или иной степени Могут быть отнесены к этой категории Они привлекают до 3 миллионов пользователей По миру для своей деятельности Данные прошлого года Привлеченный капитал 1,6 миллиардов долларов И прогноз этого года Порядка 3 миллиардов долларов Ну, в принципе, это ничтожно По сравнению с венчурным рынком Или там с мировым рынком R&D Но если бы в 2004 году Вы бы сказали кому-нибудь, что В 2012-м такой компании, как MySpace, не будет А неизвестная социальная сеть Facebook будет оцениваться в 100 миллиардов долларов Я думаю, что вас бы сочли сумасшедшими Следующий слайд Ну, ключевые выводы, которые мы запомним То, что резкое увеличение Количества предпринимателей Спрос на капитал с одной стороны И повышающийся дефицит этого капитала Породили сообщества создания стоимости И фокус этих сообществ Это создание инноваций В различных отраслях Теперь мы обсудим важный вопрос Почему эти сообщества важны И какое они имеют значение Для инновационной системы Мировой и вообще для всей планеты Следующий слайд Ну, для этого нам немножко придется Поговорить о глобальных проблемах Их достаточно много Мы углубимся Следующий слайд У нас стало 7 миллиардов У нас проблемы Это все хорошо известно Список проблем у нас есть в интернете О нем общаются в Давосе В существующем сейчас в Питере форуме Мы сфокусируемся в основном на том Сколько примерно может стоить Решение этих проблем человечеству До 2030 года Следующий слайд Мы создали дивный мир В котором живем Но он нас пожирает К 2030 году По данным разных агентств Достаточно спекулятивным Нас ожидает потратить Около 70 триллионов долларов На реновацию инфраструктуры Следующий слайд Икона IT мира Стив Джобс Научил нас всех лизать кнопки Мы их лижем Но не научил нас Дышать выхлопными газами И примерные затраты К 2030 году На решение проблем Связано с экологией С климатом С дефицитом энергоресурсов Питьевой водой И так далее Оценится примерно В 95 триллионов долларов Следующий слайд Это моя любимая тема На андронном коллайдере Мы говорят Обогнали свет Но время обогнать Пока не можем Есть предположение Что к 2030 году Более 50% Валового продукта Растых стран будет тратиться на пенсии А общий объем Дефицита пенсионных обязательств К 2030 году В мире составит сумму От 200 до 300 триллионов долларов Следующий слайд Ну чтобы понять Эту цифру Давайте немножко посчитаем Сбербанк Все о нем слышали Стоит примерно 53 миллиарда долларов Этого капитализации 1 триллион Это 20 сбербанков Для того чтобы нам Грубо решить Социальные проблемы Глобальные Которые стоят в обществе Нам нужно примерно 8 тысяч сбербанков Я понимаю Что это спекулятивные цифры Но тем не менее Жизнь такова У нас возникает вопрос Где взять эти деньги Ну естественно Ответ 2 Как вы знаете Это напечатать С одной стороны С другой стороны Повысить налоги Ну видите Тут уже кто-то ответил Про понижение населения У нас уже Эта процент Уже эта тенденция происходит Смысл в том Что политические методы Не работают Последние 2 года Отчетно нам это показали И мы понимаем Что возможно Инновации Станут тем самым Средством Когда Мы сможем Решить Наши проблемы То есть Возникает Очень серьезный вопрос К существующей Мировой инновационной системе Способна ли она Обеспечить Такой поток инноваций Для того Чтобы не то Что кучка инвесторов Зарабатывала деньги А для того Что в принципе Решить глобальные проблемы Которые стоят Перед человечеством Следующий слайд Ну чтобы ответить На этот вопрос Коротко Немножко Мы немножко Рассмотрим В чем состоит смысл Современной инновационной системы Ну в первую очередь Она ориентирована На прибыль Инвесторов На снижение рисков Это очевидно Да Упор традиционно На инфраструктуру И основной формат Который существует Это фонд Инкубатор технопарк Но самое главное На что я прошу Обратить внимание Это акцент На отбор Идей и проектов А не вовлечение людей Вот это пример Скриншота С российского Зворыкинского проекта Обратите внимание На входе Около 6 тысяч заявок Поддержано Меньше 200 заявок Примерно 3% Поддержанных проектов Мировая статистика Менее 1% Это означает Что примерно 99 Людей с мозгами Остается за бортом Следующий слайд Самый распространенный Формат Современных бизнес инкубаторов Придуман 60 лет назад В принципе Мы можем это видеть На примере Российских Институтов развития Которые вообще говоря Тиражируют Достаточно успешную Израильскую модель 20-летней давности Недвижимости много Инноваций Маловато Следующий слайд Возникает важный вопрос Сколько мы можем Вообще состояние Сейчас Использовать В инновационном процессе Людей Ну грубая статистика Говорит Что на данный момент 3 максимум 5 десятых процента Теперь вопрос А сколько нам надо Использовать людей Сколько нам надо Вовлечь в инновации Людей Для того чтобы Решать глобальные проблемы Там 10 Может быть 15 20 процентов У меня есть ответ На этот счет Ответ правильный Это всех людей Которые есть Возможно использовать Следующий слайд Вещь Вещь которую Может быть Многие не замечают Но порядка 70 процентов Людей на нашей планете До сих пор Используются Как недорогие Устройства Перемещения Тяжестей Основной вид Деятельности на земле Это такая Примитивная логистика Библейских времен Не инновации Но нам желательно Чтобы основная деятельность На планете Была инновации Это не лозунг политический Это вопрос выживания Как говорил Дон Корлеона Ничего личного Только бизнес Возникает вопрос Который мы уже Который уже поднимали Но немножко по-другому Сформулированный Способна ли Современная Мировая инновационная система Вовлекать Неограниченное Количество людей Развивать Неограниченное Количество Проектов И в конечном итоге Мобилизовывать Либо генерировать Неограниченное Количество капитала И действовать глобально Вот ключевой вопрос Дальше Это мои частные выводы Никого в них не убеждаю Я склоняюсь к мнению Что она не способна Удовлетворить Глобальные вызовы Не способна решить Глобальные проблемы Причина заключается в том Что она имеет Старую логистику Но основная причина Что современная Мировая инновационная система Не была предназначена Для решения глобальных проблем На самом деле Может быть кто-то из вас не знает Современная глобальная Инновационная система Это инструмент Получения технологического Лидерства Отдельными товарищами И реализация Достаточно узких Геополитических интересов Соответственно Возникает вопрос Что наверное Нужна новая Инновационная система Мировая Которая способна Вовлекать Неограниченное количество Людей Которая способна Развивать неограниченное Количество проектов Которая способна Консолидировать Неограниченное количество Капиталов Быть абсолютно глобальной Транспарентной Трансграничной И давать Ну хотя бы Видимость Геополитического баланса Для того, чтобы всем Это было интересно А не только в Кремниевой Следующий слайд Здесь мы снова Возвращаемся К тому С чего мы начали Говорить К сообществам Создания стоимости Я хочу Обратить внимание На два аспекта Это технический И финансовый Дальше Следующий слайд Ну технический Технический вопрос Он простой Для всех профессионалов Информационной индустрии И тех Кто хотя бы Немножко разбирается В теории массового Обслуживания Очевидно Что сейчас Не существует Технических проблем Для того, чтобы Вовлекать Неограниченное количество Людей И обрабатывать Неограниченное количество Проектов Тем более Методы краудсорсинга Они это позволяют Ключевая проблема Это финансовая состоятельность Экономика Подобного рода системы Здесь мы подходим К самому интересному Следующий слайд Смысл Сообществ Создания стоимости Заключается в том Что на данном этапе Либо в ближайшем будущем Любой человек Сможет Развивать проекты Привлекать капитал И создавать команду Не используя Достаточно капиталов И средств производства Как это было раньше Я напоминаю Что силы элит Всегда была в том Что они имели Монополию На средства производства И капитал Любой Кто хотел что-либо Сделать на этой планете Вынужден был приходить К элите В ближайшее время В ближайшее время Возможности Сообществ Создания стоимости Будут таковы Что человек Который хочет Что-то сделать На этой планете Может находить В этих сообществах И возможности И капитал И любую поддержку При этом в большей степени Чем обращаясь К классическим Инвесторам И элитам И это обстоятельство Позволяет Сделать такой Примерный прогноз На ближайшее будущее Следующий слайд Эта перспектива Которую я вижу На ближайшие 10 лет Скорее всего Это произойдет В течение 15 лет С моей точки зрения Это произойдет точно 100% Это означает Что в течение этого времени Сообщества Создания стоимости Станут основным источником Инноваций Возможностей И капитала Для создания инноваций Спасибо Продолжение следует...